Всем привет, ребята, меня зовут Богатий ищи Ди, и добро пожаловать в последнее видео. Последнее видео в этом году. Я буду снимать видео всегда, это мое любимое хобби, которое переросло во что-то большее. Новый год уже совсем скоро, поэтому сегодня я решил рассказать тебе, как ты можешь использовать весь опыт 2021-го для того, чтобы заработать огромные деньги в 2022-м. Это будет ультимативный и простейший гайд для заработка на криптовалюте в следующем году. Но сначала я хочу выразить огромную благодарность за невероятную поддержку крайнего видео. 18 тысяч лайков за 3 дня и почти 11 тысяч комментариев. Это какие-то нереально огромные цифры. Никогда не думал, что такое возможно на моем канале. Я обещал при достижении 10 тысяч лайков раздать 200 долларов в эфириуме 5 случайным людям. Что ж, я это делаю прямо сейчас. Ну а если ты хочешь перейти сразу к контенту, таймкоды, как обычно, в описании под видео. Кстати, если ты хочешь купить криптовалюту, в том числе эфириум, почему бы тебе не использовать мой собственный сервис ExchangeSumo.com? Я развиваю его уже несколько лет. Именно здесь я и купил эфириум для конкурса. Все очень легко. Выбираешь направление обмена, например, Сбербанк на эфириум. Выбираешь понравившийся обменник, заполняешь все необходимые данные и получаешь свой эфириум за свои рубли. Ссылка будет в описании. Буду рад, если ты станешь моим постоянным клиентом. Я нашел рандомайзер комментариев на ютубе, скопировал туда ссылку на видео и сейчас буду выбирать 5 случайных комментариев. Это я уже записал наперед, поэтому сейчас только комментирую. Первый победитель Сергей А. Он пишет «Спасибо, с наступающим». Серега, тебя тоже. С наступающим Новым Годом. 200 долларов я тебе отправил. Второй случайный победитель Андрей Дудченко. Он пишет «Спасибо за твою работу и за твои идеи. Они вдохновляют и дают надежду на светлое будущее». И тебе спасибо, Андрей, за твою поддержку и теплые слова. Твоя поддержка тоже вдохновляет меня на создание контента. Твой новогодний приз я тебе отправил. Третий человек это Алексей Гуржий, если я правильно прочитал его фамилию. Извини, если нет. Он пишет «Огромное спасибо за контент. Реально, он очень сильно дал мне понимание и открывает глаза на те сферы, которые я не вижу. Спасибо. Удачи и с Новым Годом». Тебе тоже большой удачи в Новом Году. Желаю всего самого хорошего, а самое главное – больших хиксов на криптовалюте. Твой новогодний подарок я тебе отправил. К сожалению, четвертый случайный комментатор Сергей Иретькин не оставил свой кошелек, написав только «Спасибо». Контактов на его канале я тоже не заметил, поэтому пришлось искать победителя дальше. Извини, Серега, ты был близко. Поэтому выбираем заново, и это оказывается Ксения. Не часто девушек можно встретить в криптовалютном мире. Ксюша пишет «Спасибо за работу», а я отвечаю «Спасибо, что ты остаешься со мной». Подарочек под новогоднюю елочку я тебе отправил. И, наконец, последний пятый шанс достается наверняка очень хорошему человеку под никнеймом «Ветмо Снейк». Как обычно, отличный ролик, написал он, и как обычно, отличный комментарий, отвечаю я. Денежку также отправил. Поздравляю с Новым Годом, не только победителей, но каждого зрителя этого видео. А теперь я перехожу сразу к контенту. Все в криптовалюте сейчас, кто до сих пор остается оптимистично настроенным, говорит, что январь станет совершенно иным месяцем, чем это было в прошлые годы. Январь 2022 изменит все в первом квартале нового года для биткоина и альткоинов. Если ты здесь, чтобы заработать денег, очень важно оставаться холодным и рациональным, фокусируясь на совершенно простых способах добиться успеха на этом рынке. Ведь, как мы знаем, все гениально и просто. И сегодня я проанализирую грядущий январь за тебя, расскажу, что я буду делать в 2022 и самое важное, каковы криптовалютные тренды на ближайшие 365 дней и как их распознать. Я подам тебе эту информацию настолько просто, что даже новичок разберется, но голову все-таки придется включать. Недавно мы обсуждали новую теорию, что четырехлетние циклы биткоина, которые придумал Боб Лукас, на самом деле с каждым годом теряют свою актуальность. Потому что каждый новый цикл становится длиннее по сравнению с предыдущим. Об этом очень много говорит биткоин-аналитик Бенджамин Коэн. И это видно невооруженным взглядом на обычном графике цены биткоина. Как ты видишь, каждый новый цикл становится все длиннее и длиннее. Однако в этом удлиненном цикле биткоина мы наблюдаем множество мини-циклов, которые длятся от двух до трех месяцев. Вот, например, один цикл, вот второй цикл. Об этом мы тоже говорили. Вот это понимание и является ключевым для того, чтобы и в 2023 году твоя торговля криптовалютами стала еще более успешной. Если ты хочешь делать 10, 15, 20 и даже сотни эксов, ты должен понять и это, и то, о чем мы будем говорить дальше. Это очень-очень важно для того, чтобы заработать денег. Весь мир меняется очень быстро, и криптовалюта не исключение. Стремительные перемены и новые тренды происходят так быстро, что даже аналитики, которые занимаются криптовалютой круглосуточно, часто остаются не у дел. Я успел поймать тренд на игровые криптовалюты, но пропустил, например, взлет Соланы или Шиба Ино. Но есть одна вещь, которая не меняется вообще никогда. Это одна закономерность. Как только новый тип криптовалюты достигает огромного успеха, будь то оракулы в 2019-м, такие как Чейнлинк, будь то DeFi протоколы в 2020-м, такие как Акрополис, будь то NFT, как Boota и Пяхт Клаб, или игровые криптовалюты, как Сэнбокс, или мемкоины, как Доги Коин, или, наконец, конкуренты Эфириума, как Солана. Как только новая категория криптовалюты становится успешной, практически все монеты этой категории взрываются астрономически. По моему мнению, следующей такой категории будет ZK Rallup. Эти бычьи волны новых криптокатегорий формируют совершенно новую структуру рынка, которую нужно понять, чтобы зарабатывать деньги. И зачастую, особенно если эти криптокатегории приносят что-то ранее совсем неизвестное крипторынку, рынок переоценивает их в сотни раз. И вот здесь и находятся наши иксы. Наша задача – войти в эти тренды до того, как они вырастут в сто раз. Давай немного проанализируем прошедшие тренды, чтобы понять структуру прежде, чем мы пойдем дальше. Возьмем Acropolis, один из проектов, который взорвался во время рождения DeFi протоколов в 2020 году. Мы видим, что с 0.009 он вырос практически до 0.05 доллара за монету. И это произошло за несколько месяцев. Это суперперегретый хайп, который затем пережил полный крах. Это лишь один пример графика представителя эпохи DeFi мании. Это можно назвать бычей DeFi волной, которая длилась от 2 до 3 месяцев. Возьмем пример посвежее. Это мания мемкоинов, которая привела к образованию так называемой бычей мемной волны. Например, Doggy Coin, который сделал 10 иксов за несколько месяцев. А затем еще 10 иксов. Эта волна длилась с января по май 2021, и после этого Doggy Coin все падает и падает. Но если бы ты проанализировал этот тренд наперед, если бы ты вошел в него первый же его месяц существования, ты бы получил большие прибыли. И, наконец, самая последняя бычая волна, это, конечно же, волна игровых криптовалют. Например, Axie Infinity, Sandbox, Gala и так далее. И они давали сотни иксов. Gala, например, взорвалась за несколько месяцев с 2 центов до 70 центов. И самое интересное то, что все эти бычьи волны длились всегда от 2 до 3 месяцев. Что я пытаюсь донести? Ловить эти тренды наперед – это лучшее, что ты можешь сделать. Если этот тренд растет уже более 2-3 месяцев, нужно признать, что ты его упустил. И тебе нужно ожидать большой коррекции, как минимум 40%, если ты хочешь в него зайти. Если же этот тренд длится до 1 месяца, ты еще не опоздал. Моя стратегия на примере игровых криптовалют. Я покупаю игровые монеты тогда, когда топ-3 игровых криптовалюты показывают, что они являются фаворитами на протяжении 1 месяца. 1 месяца из 2-3 месяцев бычьей волны. Именно это и является лучшим способом успевать за трендом. Ведь 1-2 месяца из 3 месяцев бычьей волны ты точно успеешь поймать и обязательно зафиксировать прибыли, когда эта бычья волна длится больше 2-3 месяцев. Кроме этого, если мы проанализируем каждую новую бычью волну новых категорий монет, мы заметим, что эти мини-циклы в 2-3 месяца также каждый раз немного сокращаются. На это тоже нужно делать поправку. Максимальную прибыль ты получишь, когда опознаешь новую категорию монет в первый же месяц мини-цикла, поймаешь остальные 2 месяца и обязательно выйдешь из рынка на 3-й месяц. Конечно, мы можем перейти в медвежий рынок в 2022, но в будущем эти мини-циклы внутри одного глобального будут повторяться. И для меня это идеальный способ ловить тренды и зарабатывать на них иксы. Конечно, многие люди, которые не будут исполнять эти озвученные мною правила, останутся в конце этих мини-циклов с чемоданчиком никому не нужных монеток. Итак, как же я буду использовать эту теорию мини-циклов в 2022 году, несмотря на то, куда пойдет биткоин, будет ли он падать или расти, что будет делать ФРС США с процентными ставками и прочими финансовыми махинациями? Я уверен, что все это не столь важно, как кажется, когда ты понимаешь теорию, которую я тебе озвучил. На бычьих волнах в мини-циклах можно зарабатывать даже тогда, когда рынок не находится в параболическом движении, когда биткоин падает. Начнем с того, что такое эффект января. В конце года крупные игроки подсчитывают итоги и суммируют результаты инвестиций и платят налоги. Так, например, Илон Маск заплатит рекордные 11 миллиардов долларов налогов за этот год. Это значит, что в январе большинство этих крупных игроков будут готовы покупать и при этом будут готовы покупать более рискованные активы за более дешевые цены. Для тех из них, кто пропустил рост криптовалюты в 21-м, 22-й становится новым шансом. Ведь из-за ухода от уплаты части налогов криптовалюты стали намного дешевле. Об этом наглядно из демонстрации анчейн-метрики говорит известный инвестор Рауль Паль. Он часто говорит о росте сетей биткоина и эфириума, основанном на сетевом эффекте. Простыми словами, его теория звучит так. Чем больше пользователей в сети, тем она ценнее и стоимость ее выше. А этот конкретный график показывает нам рост активных адресов биткоина. И мы видим, что за 2021 этот показатель страдает и никак не может показать значительный рост. Более того, он находится в стагнации. И это в то время, когда мемные криптовалюты взрывались, когда тиктокеры рекламировали доги коин и так далее и тому подобное. Однако, эти всплески тиктокерского розничного интереса прошли абсолютно бесследно и никак не повлияли на рост активных адресов. С другой стороны, если мы посмотрим на рост количества активных адресов с балансом от 10 миллионов долларов, мы увидим, что он оказался взрывным. И более того, очень сильно похож на движение цены биткоина в этом году. Это значит, что крупные игроки массивно заходят в криптовалюту, создавая все больше активных адресов. Однако, это еще значит, что биткоин стал сильно зависим от институционалов. И только от них зависит, что будет дальше – рост или падение. Рауль заключает, что продажи в конце года могут быть связаны с налогами, перебалансировками, хедж-фондов и так далее. По его мнению, это временное явление. И это похоже на то, ведь это заложено в самоопределение эффекта января. Чтобы я добавил к этому, то, что такие макроаналитики, как Рауль Пали, изучая долгосрочные перспективы криптовалютных сетей, упускают существование мини-циклов, о которых мы говорили. Эти мини-циклы постоянно возникают при взлете новых категорий криптовалют. И эти взлеты могут происходить даже на падении биткоина. Поэтому даже если институционалы, от которых, как мы поняли, биткоин сильно зависим, обрушат главную криптовалюту и 2022 станет медвежьим, я уверен, мини-циклы, эти бычьи волны позволят нам заработать много денег в новом году даже на падающем криптовалютном рынке. Увидев всего лишь два графика, которые связаны с ростом активных адресов для биткоина, мы понимаем тренд. Умные деньги накапливают биткоины, а вот розничные инвесторы стагнируют. Почему? Потому что умные деньги понимают, что криптовалюта – это будущее, и массивные коррекции – это шанс заработать на ней. И я тоже в это верю. Мы покупаем то, что сильно растет только на массивных коррекциях. Ты пропустил этот взлет сэндбокса? Дождись массивной коррекции 40, 50 и даже 80%, как, например, было вот здесь на этом падении. Потом покупай и получай свои иксы в ближайшие недели. Это суперпростая стратегия. Теперь давай поговорим, на какие тренды я смотрю и какие криптокатегории могут в 2022 году показать нам эти мини-циклы, бычьи волны длительностью в 2-3 месяца. Мы уже видели, как все эти ApeYacht Club очень хорошо выросли за последние месяцы. Например, Neo Tokyo NFT вырос с одного эфириума в начале до 90,5 на пике. Сейчас floor price 32,5 эфириума. Мы видели также экосистемы, такие как, например, Avalanche и Terra Luna, которые взрываются даже на падающем биткоине. И также мы видели, как новые игровые криптовалюты начинают взрываться опять же при падающем биткоине. Я ждал запуск Sidus NFT Heroes и зашел после того, как он упал после запуска IDO. Мы видели, что на запуске IDO он сначала хорошо пропампился, а затем упал. Я зашел где-то вот здесь. О чем нам говорят все эти тренды? О том, что ты всегда должен в первую очередь ставить на проекты, которые уже доказали, что они победители в своих сферах. Ты должен следовать за силой на рынке. Как я, например, ставил на Avalanche, когда он стоил 30 долларов и ставлю до сих пор, даже после того, как он вырос в 3 раза. Я также ставлю на Gallo, UFO, Yield Guild Games и так далее. Ты находишь новый тренд и ставишь на самых сильных его представителей. Также ты понимаешь, что рынок начнет переоценивать эти новые тренды в десятки, а то и в сотни раз. А ты уже находишься в этом тренде. Кроме этого, падение на таких трендах это не катастрофа. Это возможность хорошо купить и сделать от 2 до 5 иксов за короткий период времени. Это и есть самый простой способ заработать на криптовалюте. В 2022 году. Конечно, для этого придется поработать головой. И я буду работать. И буду показывать результаты своего мозгового штурма на этом канале. Поэтому обязательно подпишись на канал. Нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поставь лайки, напиши хороший комментарий для продвижения. Ну а я хочу поздравить тебя с наступающим 2022 годом. Пожелать тебе самое главное здоровья, чтобы ты не провел половину года по больницам, как я. Ну а деньги? Деньги всегда придут к тому, кто дышит здоровым телом и мыслит ясным, позитивным умом. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новом году. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok